Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и сегодня с вами мы посмотрим ваш второй прогноз на неделю в период с 29 апреля по 5 мая 2024 года. Смотрим, анализируем, кому необходимо, делаем себе заметки, просто анализируем, как отыграется неделя, какие события могут произойти и к чему стоит подготовиться в целом. Поэтому приступим. Основные энергии, предостережения и рекомендации от арканов на неделю. У вас выпали одни чаши, но прям ваша стихия, будете как рыба в воде. Смотрите, тройка чаш, рыцарь чаш, паш чаш, прекрасная неделя, радостная, комфортная встреча с друзьями, общение, собрания какие-то, вместе на выставки, на вечеринки, совместные поездки. Тут, понимаете, вот наполниться, наобщаться, насмеяться, натанцеваться, то есть это вот и прибыть преисполненными радости. И поэтому такие энергии у вас будут преобладать. Опять же, новый круг знакомых, друзей. Это ситуация, когда друзья вас с кем-то знакомят, появляется новая связь, новые контакты. Приятные сюрпризы, классные увеселительные поездки. То есть здесь, как показывают арканы, это такой период радости, праздника. У некоторых из вас это может устраивать какие-то мероприятия, дни рождения, праздники для ваших детей. Поэтому здесь атмосфера легкости, такого драйва, веселья. Потрясающе. Потрясающая неделя должна у вас быть. Посмотрим, так ли это по всем сферам. Итак, вопросы личной жизни для тех, кто у нас воводен. Пажмичей говорит о ситуации, когда и вы будете кому-то присматриваться, и к вам кто-то будет присматриваться. Потому что пажмичей и аркан смертной дни колоды – это перемены в круге вашего общения. Не могу сказать, что здесь может появиться человек для личной жизни, хотя может быть такая ситуация. Но основной момент – это смена круга общения. Это знаете, как новая кровь, новые эмоции, новые ощущения. И вы тут эмоционально приподняты, и радуйтесь всему происходящему. Более того, по пажумичей это анализировать, а нет ли среди новых знакомых претендента на отношения с вами. Если вы у нас в любовных треугольниках, здесь четверка чаш говорит о недостатке эмоций, радости, зоны комфорта или ситуации, что вас любят. Поэтому будете добирать в кругу своих друзей, своих подруг, социальных связей, на каких-то вечеринках. По принципу, раз ваш партнер или партнерша не могут вам уделять внимание, то вы наберете это внимание на каких-то мероприятиях. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, тройка монет – это совместная работа, совместный труд, это совместно трудиться для организации какого-либо мероприятия. Кстати, у кого-то может быть ситуация там таймбилдинг и как следствие какие-то еще мероприятия по работе, может быть какие-то вылазки, пикники или в целом какие-то поездки увеселительного характера, потому что неделя действительно проходит очень комфортно. Опять же, это ситуация, когда ваш партнер или партнерша может вас брать с собой на какие-то мероприятия в целом. И вы можете быть приглашенными от корпоратива или от ваших знакомых, или сами организовывать какую-то вечеринку и хорошо проводить время. Смотрим, о чем говорит эта связка арканов с точки зрения работы и заработка. Для тех, кто сейчас не работает. Аркансуд – это быть на попечении ваших членов семьи, получать от них какую-то поддержку. С точки зрения работы и заработка это может быть, знаете, как вопрос сарафанова радио, когда ваши друзья рассказывают о ваших талантах, может быть вы потрясающе шьете или там готовите. И по сути это, знаете, как пусть свой маленький круг общения, своя маленькая клиентская база, но и вам в радости легко и есть какая-то подработка. То есть все с удовольствием, с любовью. Поэтому здесь такие перспективы есть. Для тех же, кто у нас ищет работу активно, туз чаш, вот она радость, вот эти эмоции. Потому что здесь аркан говорит о том, что полнота жизни, сюрприз, дар богов. Действительно, благодаря вашим знакомым получить возможность трудоустроиться, получить вакансию. Если вы у нас наемный сотрудник, то паж жезлов – это общение, это мероприятие, это легкость, это неделя, ну, можно так сказать на сленге, на расслабоне, когда вам легко, вам радостно, вам комфортно, знаете, как ничего не напрягает. Поэтому и работа в радость. Смотрим ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес. Здесь по аркану правосудие. Это, знаете, как делаю время по тихий час. Отработали, отрабанили неделю и можете для, допустим, своих кадров организовать какое-то мероприятие. Опять же, потому что справедливость, вы понимаете, что нужна какая-то неформальная обстановка, общение. Здесь не про проверки, здесь не про экзамены. Но если, допустим, вы стремились получить лицензию на новую группу товаров или, может быть, ваших услуг, то вы ее получаете, от этого идет радость. Помимо всего прочего, это ситуация, когда вы можете набирать просто новый персонал, ну, скажем так, официально оформлять людей. Смотрим ситуацию по состоянию здоровья. Здесь аркан МАК. МАК, но это контроль над своими желаниями, как лишнего не съесть, лишнего не перепить. То есть все должно быть в меру. И еще иногда аркан МАК, это может быть ситуация обращения к врачу. Но если мы смотрим на связку этих карт, здесь, в частности, видите, сетка на лице. Это может быть прорабатывать или убирать проблему сосудистой сетки. Действительно, там, уголок уперос или розоцеа. Или есть какая-то ярко выраженная пигментация. То есть, может быть, обращаться к дерматологу, косметологу для решения этой проблемы. В остальном же у вас здесь потрясающая неделя. Так, предостережение. Отшельник. Десятка мечей. Шестерка жезлов. Это называется, не кукситься одним дома, не закрываться в своем склепе, не убиваться в состоянии одиночества. А по шестерке жезлов, это, знаете, как ехать и в пир, и в мир. Ехать в люди, ехать в общение. Это раз. Единственное, что, я говорю честно, вы всегда это знаете, может быть известие о ситуации ухудшения состояния или, не дай бог, смерти пожилого родственника или знакомого. Но этот человек на текущем этапе, если смотреть по арканам, уже давным-давно болеет. Поэтому, если такая вероятность, но сейчас даже специально давайте раскроем. По королю чаш, если у кого-то есть сердечно-сосудистые проблемы или уже у человека неоднократно был инсульт или инфаркт, то да, к сожалению, такая вероятность есть. В остальном же здесь акцент на том, что не закрывайтесь, иди веселись, общайся с людьми, наполняйся эмоционально. Тебе это нужно, потому что вы люди воды, вам нужны эмоции, причем эмоции приятные. Смотрим с вами совет. Совет аркан башня. Разрушить текущее положение вещей. Не сидеть дома, не сидеть в заточении, не быть интровертом. Дальше, по совету. Вопросы, связанные с недвижимостью. Покупка, продажа, ремонт, обустройство, облагораживание земельного участка, решение вопросов в ЖЭКе, земельном кадастре и т.д. и тому подобное. В БТИ. Башня сама по себе в качестве ситуации может быть негативное известие, но которое вы уже знаете, как к этому готовились, потому что башня и пятерка мечей, это как принять факт чьей-то потери или утраты, но поменять ситуацию или повлиять на нее вы не в силе. Поймите, это от вас не зависит. Поэтому просто помнить о бренности нашего бытия и все-таки концентрироваться только на позитиве. А мы с вами смотрим неожиданность периода, о чем здесь идет речь и к чему стоит подготовиться. Ну и карты на самом деле, если мы будем смотреть карты оракула, они повторяют ту информацию, которая у нас идет на дорогу. Потому что арканы здесь говорят о том, чтобы вы сместили свой фокус на дело, на бизнес, на увлечение, а не на сожаление. Опять же смести фокус, если что-то не получается, вы на это повлиять не можете, не нужно об этом сожалеть. Не все, к сожалению, в жизни зависит от нас. Поэтому здесь это в первую очередь не заниматься самоедством. И опять же, какие бы ни были негативные события, воспринимать это просто как тлен жизни. Потому что карта сожаления, это когда в чем-то не помогли, где-то не успели, что-то сделали не так. И съедаете себя изнутри. Еще раз, сместите фокус, займитесь чем-то полезным и тогда будет вам счастье. Вот такая неделя, мне кажется, на самом деле она очень продуктивная. Вот этот вариант, то, что озвучила, это максимум один процент для тех, у кого он отыграется. Для всех остальных это будет действительно очень комфортная, очень радостная неделя и хороший период. Давайте с вами так и закроем арканами эмоций. Пусть жизнь будет для вас яркая, комфортная, радостная и все ваши планы, цели и желания обязательно осуществляются. Я вас благодарю за то, что вы со мной. С вами не обращаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok